Смотри, Илария, у тебя такая вот шерсть такая вот длинненькая, да, была? Смотри, тебе надо вот взять за кончик ее и вот так вот распушить на мелкие, да. И вот с этих ты уже будешь потом вот скручивать и валять. Да, и вот ты вот так вот в длину прокручиваешь, вот смотри, такой жгутик делаешь. Здравствуйте. Здравствуйте, кто у нас сейчас присоединился? Илья, Вероника, да? Так, для тех, кто только что присоединился, да. Илья. Так, как с завода, то я не прочитаю что-то. Ульяна. А, Ульяна, хорошо, да. Ульяна первый раз на валянии, да? Да. Хорошо. Смотри, мы сегодня делаем такую вот как бы бабочку. Нам надо для валяния будет шерсть. Смотри, у нас шерсть есть двух видов. Есть вот такая вот, как вата, такая она пушистая, а есть такая вот, больше в ниточке. У тебя какая шерсть? Пока что у меня нету, потому что я не... А, ты просто посмотреть тогда, да? Да. Хорошо. Ну, тогда будешь наблюдать, а в следующий раз, если захочешь присоединиться, то будешь с материалами уже. Так, Вероника, ты только что присоединилась, да? Смотри, мы делаем вот такую бабочку и начинаем с туловища. Вот нам надо сделать такую джгутик, как мы в прошлые разы уже делали. Вот так вот перекручиваем, прикладываем на нашу подушечку и начинаем иголочкой проходиться, приваливать. Только берем побольше шерсти, чтобы у нас такое было объемненькое, оно не плоскенькое, а больше объемненького было. Так. И Лария разобралась. Аня. Как хорошо. Я просто укололась очень все. Ну, да, надо аккуратненько иголочкой, это бывает. И Лария, получается? Да. Да, хорошо. Я буду делать брошь-бабочку. Брошь-бабочку, хорошо. Ну да, вот видите, вот это у нас такая крупная, объемненькая, но можно маленькую совсем сделать. Будет тоже очень красиво. В общем, проваливаем хорошо, добавляем шерсти, чтобы у нас был объемный такой джгутик, объемная основа, потому что нам же надо будет еще крепить наше сердечко, поэтому тут должно быть так толстенько и плотненько у нас. Так что это улитка, да? Ну, такая улитка-бабочка, не знаю. На кого вам больше похоже? Я думаю, что это какая-то улитка, которая вместо, не знаю, панцира у нее сердечко. Ну, вот что-то такое, да. Я задумывала сначала как улитку, но такое бывает. Делаешь одно, а выходит чуть другое. Потом подумала, что похоже на бабочку больше. Ну, такое. Улитка-бабочка, можно все два использовать. Ну, да. Хочешь, чтобы была улитка, будешь использовать как улитку. Хочешь, чтобы была бабочка, будешь использовать как улитку. Ну, в общем, у нас... Тело бабочки и крылья... это... крылья бабочки и тело... Ну, в общем, да. Главное, что у нас тут красивое сердечко, и мы научимся с вами делать сегодня сердечко, и можно потом делать просто брошки-сердечко, и всякие такие. Сейчас я вам покажу. Я, кстати, показала учительницам динозавр мой. Да, и понравилось? Да, прикольно. Да, вот такие вот маленькие совсем значочки. Мы сегодня потренируемся чуть побольше делать сердечко, чтобы как бы научиться. Да, тоже из валяния. Да, вот это вот все из валяния. Кажется, что это вообще какой-то торт. Видите, в общем, научимся с вами делать разных форм. Так, как у вас с туловищами дела? В процессе? Вероника, как твои дела вообще? Хорошо все. Такая серьезная сегодня. Так. И теперь смотрите, когда мы уже чуть-чуть уваляем, у нас будет такая, оно будет держать форму. Ну, есть два варианта, как нам делать голову. Мы можем свалять вот такой вот овальчик и его потом привалять сюда, вот тут согнуть. А можем сделать, как Аня хотела. Просто вот тут вот присогнуть, вот так вот сразу голову. И иголочкой вот сюда пройтись, вот тут укрепить иголочкой, свалять, чтобы оно держалось. У нас автоматически появится голова нашей бабочки. Вот у нас будет вот тут мы иголочкой пройдемся. Потом перевернем еще вот тут пройдемся снизу под головой. Ну, только это я на весу делаю, а вы на подушечке будете делать. Да, лучше на подушке, чем на весу. Да, ты просто показываешь, чтобы камеру туда-сюда не переворачивали, в общем-то. А вот так, то мы валяем все на подушечке. Это намного удобнее и безопаснее. Вот, у Илари уже, вижу, получается. Илари, иголочкой проходись, потому что ручками ты особо форму не придашь. Да, вот проходим все. Мы помним, что можно брать несколько иголочек вместе. Вот у меня... А у вас там сзади верблюд тоже смоляне? Да, да, я когда-то на выставку делала это, вот видите, такой он большой. Класс, красивый. Да, это очень... Боже. Вот так вот. Как будто в музее его сейчас надо выставлять. Да, у меня вот такой еще подставочки есть. Вот это вот по-мокрому, вот это такая как ткань, она тоже валяная на самом деле. Но это другая техника валяния по-мокрому. Уже мыло. Да, так. Ну, красивее, я не понял, получается. А? По-мокрому? По-мокрому красивее получается. Если по-мокрому, нет, не красивее, просто это, ну, если валять там, допустим, какие-то плоские вещи, там, одежду, сумки, либо какие-то там... Валенки. Пальца. То по-мокрому технику используют. А если вот объемные какие-то, то по-сухому валяне. А тапочки каким валянием делаются? Мокрым? Тапочки. Тапочки мокрым. Ясно. Да. Ну, одежду, вот пальцы, сумки, вот такое вот все делают по-мокрому валянию. Это с мылом и с водой. А вот фигурки, всякие игрушки, брошки, это сухое валяние. Так. Аня, Аня, где Аня? Вот, я сейчас немножко делаю вот эту штучку. Аня, изображение что-то... Ой, у меня пропало ваше изображение. Ну... Вот это что такое? Так. А что у меня пропало ваше изображение? Ну... Понять? Черный. А мы... Черный. Зажимали АЛТ, да? Какое бывает что такое? А, все, появились. Что-то зависло, в общем, да. Так. У всех получается с туловищем? Вот, я сейчас сделаю, немного обваливаю. Я еще форму немножко поддаю. Угу. Я сделала уже туловище и голову. Так. Так, сейчас. Потому что у меня... Там и сердце... Что-то сильно висит. Вы у меня пропадаете в изображении. Когда мы сердце будем делать? Именно с телефоном. А вам меня видно всем, да? Да. Да. Вот, хорошо. Все, я вас тоже вижу. Так, Вероника. Когда мы сердце будем делать? Сердце. А ты уже сваляла туловище? Покажи им. Так как у меня брось, будь. Ага. Хорошо. Ты головой сразу делаешь или голову отдельно еще будешь? Я голову отдельно. Хорошо. Так, смотрите. Тогда наше сердечко. Вот оно, отдельное сердечко. Вот видите такое. Мы его будем делать из двух половин. Вот. Одна. И вот вторая. Потом мы будем вот так вот накладывать. И у нас получится сердечко. Нам надо для начала взять нашу шерсть. У кого вот такая в гребенной ленте. Мы помните, мы ее сначала распушиваем на много-много волокон. У меня есть такая вот и лента, и просто смешанная вот такая вот шерсть. Но оно как облака похоже. Да, кордочесное. В общем, мы с нашей шерсти берем и формируем такой, как лепесточек. Ого, мне здесь предлагают уже воляне. Смотрите. Так. Такой вот, как лепесточек. Ого. Смотрите. Ага, да. Вот всякие. Я нашел страницу. Так. И мы вот этот вот... Вот такой еще крюлик здесь такой. Да, нужно все, что хочешь, в принципе, делать. Прикладываем на нашу подушечку и точно так начинаем проходиться иголочкой. Помогаем ручками удерживать форму. Вот тут делаем поуже такой кончик остренький. Делаем, чтобы у нас были такие закругленные края. И время от времени мы переворачиваем с одной стороны на другую. И хорошо-хорошо проходимся иголочкой. И у нас должно быть много вот тут вот шерсти. То есть такой плотненький, толстенький должен быть лепесточек. Вот тут надо обвалять, вот тут вот, да? Где? Я хочу голову вот так вот сделать. Да, да. Вот по бокам, да, вот где сгиб. Только на подушечке. Поставь на подушечку. Вот сейчас я тебе камеру покажу. Вот видишь? Мы присогнули. И вот тут вот, где сгибается внизу, вот тут иголочкой пройдемся. Так. С другой стороны. Потом перевернем еще вот снизу. Под головой тоже пройдемся иголочкой. И это вот так мокрое валяне? Зафиксируем. Его водой поливают, что ли? Что там? Да, сначала выкладывают красиво, потом с мылками, с водой, да. Ну, это такой длительный и сложный процесс, потому что там надо правильно разложить вот эту шерсть, когда по-мокрому валяешь, чтобы оно не сдвинулся, этот рисунок. А, смотрите, я сейчас нашел такой кусок. Нужно такой ставить, что ли? И поливать водой? Максим, а ты сегодня по-сухому не валяешь, ты просто наблюдатель сегодня, да. Нет, я просто... Да, накрывают сеточкой и валяют. Ну, оно у меня как-то вот так вот получается. Ну, очень хорошо, смотри, если ты хочешь... Ты можешь чуть-чуть голову, чтобы она не так сильно высоко у тебя была, чуть-чуть вот иголочкой... Вот она! Смотрите, здесь фен сделали. Да. Чуть-чуть сделать ее поменьше, чтобы она не такая высокая. И вот такая картина, да? Да. Поняла, Ань? Ну, да. Потому что у нас будут еще... Я еще немножко обваляю вот эту материную фигурку. Угу, хорошо, обваливай. Потому что она у меня очень мягкая. Хорошо. Вероника, как твои успехи? Хорошо, все делай сердечко. Угу, так. И Лария, получается? Не очень. Угу. Ну, покажи, что у тебя вышло. Так. Смотри, бери иголочку. Вот, берем иголочку. Ложим вот эту вот нашу заготовочку на подушечку. Вот. Угу. И мы начинаем хорошенечко проходиться вот именно иголочкой. Наши ворсинки и кусочки шерсти сцеплять вместе с помощью иголочки. Смотрите. Да, сейчас секунду. И смотри, Лария, если надо, то мы добавляем еще шерсть. Чтобы у нас не было просветов. И мы вот с помощью иголочки, вот именно, начинаем вот эту вот шерсть, как бы, чтобы она куча держалась. Вот. Так, сейчас, секунду, что. Да, вот, молодец. Ой, у Вероники уже полностью сердечко, считай, готово. У тебя будет маленькая, да, Вероника? Хорошо. Хорошо. Переверни теперь на другую сторону. Сердечко, да? Да. У нас две половинки мы делаем. И, Лария, начинает получаться у тебя? Хорошо. Хорошо. Так. Угу. Да, покажи. Ой, смотри, какое милое. Только пройди еще. Ты несколькими иголочками валяла, Вероника, сразу, да? А, да. Ну, смотри, я бы на твоем месте сейчас, если у тебя где-то есть одна иголочка, взяла бы одну. Я, короче, закончила. У меня еще... Да. Да. И, смотри, вот так вот, вот тут, вот, больше, почетче сделала бы серединку. И вот по краешкам еще бы одной иголочкой. У меня есть сердечко в формочках. И прошлась бы еще одной иголочкой, потому что, когда, ну, вот, много мы иголочек берем на начальном этапе, когда нам надо только вот придать форму нашей заготовке. А потом, чтобы еще лучше увалять, чтобы оно было прям такое плотненькое, мы одной иголочкой работаем. И хорошенечко пройдись по краям, чтобы они такие прям не пушились. Вот у меня. Что у тебя там, шерсть? Да, вот много шерсти. Доставай, какие ты хочешь цвета, Максим. Да, я бы хотела такой. Угу. Да, доставай. У тебя сегодня... Кордочесная, по-моему, шерсть, да? Это как в прошлый раз. Или такая, как в прошлый раз, да? Да, как в прошлый раз, это такой же набор. Хорошо, тогда ты помнишь, разделяем на прядочки. Угу. Распушиваем. Да, разматывай, находи конец. И начинай разделять ли конечко, вот такие эти, с кончиков. Алина. Алина. Не мешает. Вот. Угу. 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 Так, а куда пропала Аня у нас? Угу. 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 Такая подвесочка. Угу. 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 Ага. Вот. Авероники тоже рядышком вижу. Смотрите, так мягко заставило. Да. Красивый динозаврик. И вообще у вас шикарные динозаврики. Прошлый раз вышел, кто делал. Прям вообще. Я на фото любовалась вашими динозаврами. Так. Я сваляла один раз попрыгунчика. Так этот попрыгунчик у меня на динозавра похож. На динозавра? Ну, смотри, что вы попрыгунчики... Ну, вообще, смотри, чтобы попрыгунчика сделать, то мы сначала вот иголочкой делаем такой шарик чуть-чуть, а потом мы вот этот, когда у нас такая, ну, вот шарик уже готов чуть-чуть с иголочкой, мы его под водичку с мылком и вот так вот еще делаем ручками, и он тогда плотнее становится. А потом попрыгунчиком я делаю... У меня основа такая шарик. Есть основная. И можно как основу скольтера. Я взяла эту основу, обваляла ее очень сильно, чтобы оно подпрыгнуло. Такая пенопластовая белая основа, да? Нет, не пенопластовая. Вот такая вот, это шарик веселая. А-а-а, понятно. Так, Максим, что ты там спрашивала? Сколько шерсти? Да. Бери так, чтобы потолще, поплотнее бери, прям много так, чтобы у нас была толстенькая основа, потому что она должна выдержать наше сердечко. Оказывается, можно и с кружочком сделать вот такую вот половинку сердечка. Просто по бокам немножко. Вот так вот взять шерсть. Так вот взять и вот так и сделать. И обвалять. И вот так. Так, сейчас смотрю. Скрути вот таким джгутиком, Максим. Уже все думаете? Ну, не, я думаю, что надо еще больше, потому что оно будет все очень тоненько. Ты вообще какого размера хочешь делать? Я хочу сделать, ну, как динозаврика, примерно. А, ну тогда, конечно, тогда побольше бери. Тогда распушивай вот весь тот кусочек шерсти, который ты достал из пакетика. Весь? Ой, я его в два сломал. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Смотрите, я вот этот оставлю на следующий раз, а вот этот весь вот так сделаю. Ну, хорошо, давай. Он очень мягкий вообще, вот этот кусочек. Это у тебя шерсть меринос. Вот. Ага. Да, красиво. Как тебе, Вероника, нравится? Да. И смотри, ты можешь регулировать. Можешь сделать такое потолще, пообъемнее сердечко, можешь более плоское. Если хочешь, чтобы оно было более объемное, то ты просто добавляешь вот не по краям, а больше как в серединку шерсти, и оно будет тогда такой объем вырисовываться. Угу. Я думаю, все. Теперь еще одно крылышко сделаем. Ты хочешь два крылышка? Ну, хорошо, делай два тогда. Так, Иллария, получается? Да. Да? Покажи, что у тебя выходит. Чтобы я... Ой, ты уже сердечко делаешь, да? Да. Хорошо. Не забывай переворачивать, чтобы оно не привалялось к подушечке время от времени. У тебя такое будет розовенькое, нежное. Так. Максим, ты куда... Как-то выйдет потом. Что? У меня выйдет как-то вот так потом. Ага, хорошо, да. Действительно, как на бабочку похоже, только сгорбленную. Сгорбленную? Да, вот бабочка. Не, ну что, она когда сидит, у нее ж крылышки как-то... Это бабочка в профиль у нас, так бочком повернут. У меня вот такой комок получился. Вытягивай его в длину, делай такой джгутик, колбаску. Да. Да уж у меня улитка. И прикладывай на подушечку вот этим джгутиком. Вот так вот перекручивай, смотри. Ой. А что-то так тяжело? Так много. Так. Вероника. Вероника делает второе крылышко. Я передумала, я сейчас где-нибудь подкрепляю. А с одним будешь? Да. Вот так вот, как будет. Угу. Ну, я прошу. Переваливаем хорошо. Если вдруг шерсть перебьется, то мы просто сверху еще добавим цвета. У меня, я думаю, вот такая колбаска подходит. Да, хорошо, начинай работать иголочкой, Максим. Да уж. Только я не хочу такую плоскую. А ты его скручивай, смотри. Ты перекручивай вот так вот в бачка. Вот смотри, в бачка так вбивай, да. Угу. И перекручивай. Вот мы перекручиваем для того, чтобы у нас оно было объемненькое, а не плоское. Потому что если мы вот так просто положим, то оно и плоское. А если вот так вот скрутим, перекрутим. Максим, перекручивай. Уже твердая стала, представляете? Ну да, ты ж иголочкой проходишься. У нас за счет того, что у нас вот такие, помните, говорила, надсечки такие, царапинки на кончике. За счет этого оно у нас сваливается. Вот наши ворсинки, они вместе сцепляются. Я не знаю, как она так быстро, она уже такая твердая стала. Но все равно хорошо по краям пройдет. Да, я знаю ее. Мне только в том месте, потому что я в том месте. Так, ага. Знаете, там надо было сходить. Угу, хорошо. Я приняла. Угу. Как тебе? Нравится, Вероника? Я трубы сто делаю, потому что здесь мягко стало и легче. Угу, так. Я сейчас хочу сделать глазки бабочки. Хорошо, сделай, да. Вот если бабочку делаем, то, наверное, вот тут лучше глазки. А если бы это была улитка, то, наверное, вот на вот этих вот у нас тогда бы в рожках были бы глазки. Жалко, что это не червяк. Не червяк? Ведь червяк, он был, ведь, это, бабочка была червяком. Гусеницей была. Да, гусеницей. Она вообще приклеилась к пенопласту. Ну да, привалялась. Вот это, то, что я говорю, нужно переворачивать, да? Вот так вот. Ага. Хорошо. В принципе, если тебя устраивает толщина, ты можешь уже приваливать к основе. Ну, я еще, это, я еще обваляю немножко и делаю декор. Хорошо, давай. Мне надо больше тут вот эти вот, вот эту вот штучку сделать, вот эту. Угу. Я думаю, у меня все уже, она твердая, и она не делается. Ну, смотри, тебе вот эти вот краешки, видишь, у тебя сильно пушатся края. Да, я, только я не знаю, здесь два-три волоскал, так я не думаю, что у меня так прямо получится сделать. Все получится, скрути хорошенько и проваляй вот прям 70 раз один край, 70 раз другой край, и все будет хорошо. И всего 140. Угу. Так. И, Лария, как успехи с сердечком? Хорошо. Можешь показать? Чтобы я понимала, как. Ага, это половинка у тебя, да? Да. Хорошо. Так легко, смотрите. Хорошенько проваляй вот тут вот вниз, где вот видишь, у тебя пушится еще хорошенько иголочкой. Я хочу прямо отрезать здесь, у меня не получается. Пройдись еще вот по всей длине, максим, 100 раз иголочкой. Нужно много-много-много раз вот так вот, да. И посерединке тоже проходить иголочкой. Я сейчас сделаю декор. Угу, хорошо, да. Да, вот я валяла, как-то вот так вот. Угу, да, красиво. Проделала. Нужно, да, разноцветные всякие точечки делать, всякие такие линии. Вначале, когда я думала делать улитку, я хотела сделать как будто бы окошко у нас в сердечке. Но потом я поняла, что это будет бабочка и... Все, вот так? Так, сейчас. Ну, вот я бы еще серединку чуть-чуть проваляла, но, в принципе, очень хорошо. Знаете, когда? Когда вот вы хотели сделать как бы треугольничек улитки, тоже такую необычную улитку, только у нее панцирь как треугольник. Ну, переваляли вот тут вот сверху. Ну, может. Может и так, да. Я уже бабочка-бабочка. Я уже переваляла глаз и сейчас делаю декор. Ага, хорошо, мумничка. Это какой-то новый вид улитки или бабочки? Бабочка-улитка. Так, хорошо, Максим. Максима я не вижу. Максим где-то пропал. Максим дай про себя знать. Максим ногу выключил. Вот, Максим. Максим куда-то. Так. Вообще, сегодня перед занятием я думала или дать вам сделать вот эту вот улитку-бабочку, или такую просто как Валентинку сердечко, а тут такие сзади белые крылышки. Если мы быстренько управимся, то вы потом еще сможете сделать все. После этого что мне делать? Так, Максим, ты вернулся. Потому что, да. Теперь можешь делать сердечко. Доставай шерсть для сердечка. А, ведь улитка, как бы, вот такая головка у нее. Ну, да, ты можешь, смотри. Вот так привалять можно, а вот так она будет держаться? Да, да, будет. Только ты смотри, ты поднимаешь вот один краешек, посмотри на экран, Максим. Вот, поднимаешь, и вот ты иголочкой вот тут вот сбоку проходишь. Вот фиксируешь как бы вот это вот, видишь, на сгибе. С одной стороны, и потом на сгибе с другой. И еще с ними. Илари, у тебя уже есть две половинки сердечка? Да. Да? Хорошо. Можешь их соединять. Накладываем одну на вторую. У меня держится уже. Держится? Вот, отлично. Я чуть-чуть тут так могу сделать, да? И вот тут вот проваливаем. Приваливаем. Все, отлично держится. Вот, хорошо, да. Но еще, знаешь, Максим, вот тут вот спереди чуть-чуть, посмотри, вот мы согнули, я бы вот тут еще чуть-чуть иголочкой прошлась, вот. Вот тут? Да, спереди по лицу, так сказать, бабочки. Угу. Так. Ух, все. Только здесь разомнулось. Нам еще нужно будет сделать вот эти вот усики у бабочки. У меня вот так. А можно? А можно я без усиков буду? Ну, если совсем не хочешь, но с усиками, мне кажется, более, да. А, Вероника, очень красиво, только я бы смотрю... Давайте тогда с усиками, не знаю. Кушается, я бы прошла... А вот такой кусочек мне хватит? Сейчас, Максим, секунду. Это для чего? Для усиков? Да. Побольше. Ну, чтобы он был, он должен у нас стоять, должен быть такой плотненький. Смотри, Вероника, да, вот тут вот в арсенке вот так... Вот столько подходит? Сейчас. Так. Ой, Илари, очень красиво, круто. Вот столько подходит? Ну, ты скрути в такую вот жгутик и посмотри, будет он плотненький? Я думаю, что да. Да, еще слишком длинный. Ну, да, тогда укороти чуть-чуть. Ну, или пополам согреть. А, ну, это как-то... Да. Я сейчас сделаю сейчас такой комок и половину возьму там, половину. Надо так, надо... Да, и так делай, чтобы оно было плотное должно быть, как одна ткань. Держи, да, дышит. Вот так, и вот здесь. Я сделала улитке побольше глаз и рожки. Угу, да, красиво. У тебя один, да, рожек. Еще давай второй сделаем. Максим, ну, смотри, у тебя... Да, какой-то робот получился. Да, он как само тельце. Сложи пополам, вот видишь, вот у меня такой вот... Да, просто он слишком большой. Да, вот пополам согни, перекрути, вот видишь, и еще проваляй. Вот, сделай из него... О, дворожка нормальная. Ну, или так. Ну, только сделай их одинаковыми по длине. Да, я тоже... Добавь шерсти, потому что поменьше. Ну, что, желчки. Ну, тоже на желте чуть-чуть немножко. Да. Аня, как у тебя успехи? Получается? Угу. Хорошо. Так? Так, сейчас. Ну, да, вот так вот. Прикладывай. Ты посмотри, по размеру как они. Да, нормально. Угу. Только хорошо пройди с иголочкой, чтобы они были такие ровненькие и хорошо у тебя привалялись. Я не знаю, как держать, а тут все пальцы умеют. Смотри. Прикладываешь вот... А у тебя есть одна иголочка? Не вот эти, где много вместе иголочек, а чтобы одна была? Есть. Максим, есть одна? Да, все-все, получилось. Я лучше сейчас одной еще приду. Да, тебе такую мелкую деталь будет удобнее одной привалять. Иголочкой. И потом ты можешь приступать к сердечку. Ну, и шо? Как у меня получится? А можно? Мне осталось только... Можно мы на следующий урок сделаем вот таких вот? Так, мне плохо видно. Скажем, чтобы она под постом в группе скинула хорошо фотограф вот этих чудиков, да? А я хочу сделать машину. Машину? Машину это сложно будет делать. Ее надо такую объемненькой. Причем, я подумаю. Вы пишите свои предложения. А я хочу сделать плоскую, чтобы было не слишком сложно. Ну, посмотрим, что такое, чтобы было. Всем интересно. Я хочу сделать плоскую машину, как динозаврик. Я хочу сделать плоскую машину, как динозаврик. Красное сердечко. А можно я сделаю такое... Не такое прямо громадское сердечко, а маленькое? Да. Я хотела попробовать... Ну, такое не слишком маленькое. Ну, ты можешь любого размера, только смотри, чтобы оно было красиво с размером тельца нашей бабочки. Потому что если у тебя такое большое тельце, а сердечко совсем маленькое, то оно будет так себе смотреться. Иларя, покажи еще свое сердечко сюда, пожалуйста. У меня похоже на брошку. Смотри, да, вот, умничка. И ты теперь смотри, больше по краям уплотни. Добавь, во-первых, вот сюда на кончик шерсти чуть-чуть. Вот на кончик шерсти чуть-чуть добавь, чтобы он был такой плотненький. Приваляй тоже иголочкой. И потом вот в бачка, чтобы у нас краешек был такой ровненький, еще вот так вот в бачок иголочкой пройтись. А, все. Я хотела бы сделать... Не, слишком маленький. Ну, а как сделать сердце? Смотри, берем точно так, распушиваем нашу шерсть. Потом делаем такой лепесточек. Распушивай красную шерсть на много таких ворсинок. Покажите все, пожалуйста. Ну вот, смотри, у нас будет две половинки сердечка, вот, видишь? У тебя на распушедичь много-много. А почему две половинки? Ну, так будет проще. Мы сердечко делаем вот одну половинку, вторую половинку, и потом их вместе сваливаем. У нас выходит такое вот сердечко. Потому что сразу придать форму, ну, типа, будет сложновато. Да, вот, красота. У Ани такая. Это для одной половинки подходит? У меня готово. Для одной половинки подходит? Сейчас, Максим, секунду. Да, я думаю, что да. Так, а приклади к себе к свитеру, Ань. Ой, Вероника, приклади, да. Вот. Красиво. Нравится тебе? У меня еще нет. Хорошо. Ну, вот половинка, что я теперь делаю? Угу. Ну, сейчас, секунду. Максим, ты теперь приваливай, формируй лепесточек такой, вот. Видишь? Прикладывай на подушечку и проходись иголочкой, переворачивая время от времени. Я теперь только гладью сделаю, и я думаю, у меня все. Хорошо. Смотрите, а хотите сделать еще такое сердечко? Я подумаю, что все. Аня и Вероника, хотите сделать такую брошку с крылышками, Валентинку как? Хотите? Я сделаю с вот такими любимыми переливями. Хорошо, да, вот, Илария, супер. Я не буду брать вот чисто, вот чисто, чисто белый. Потому что я там хочу еще снеговичка. Хорошо, да, ты можешь смешать, можешь сделать какие-то розы. Розовенькие крылышки такие. И вы тогда сможете брошечку себе оставить, например, а Валентинку подарить кому захотите. Будет очень приятно кому-то. А шерсть, разве можно ее смешивать? Можно, почему нет? Смотри, мы берем, допустим, вот. Сейчас. Так, у меня, чтобы вам было видно. Вот у меня вот красненькая шерсть, смотри, Аня. И вот такая вот горчичная. Как бы перемешать, как вот эти вот... Да, как прядочки. Да, и мы вот... Ну, надо хорошо много-много раз вот так вот перемешивать. У нас очень красивые выходят миксы. А для крылышек вообще будет супер. Будет такой, как бы, перелив. Очень будет нежно. Я думаю, вот так мне хватит. Молодец, Максим, очень хорошо уже. Да, только смотри, закругли вот тут чуть-чуть вот краешек. Смотри, вот это вот чуть-чуть согни, чтобы был такой кругленький, более овальненький. Смотри, растягивается ли. Так, Илария, ты прикрепляешь... Да, смотри, ты уже можешь прикреплять к туловищу. Бери туловище, вот так вот прикладывай. А, или вот так вот, куда ты хочешь, чтобы у тебя сердечко... Наверное, вот назад будет сердечко, смотри. Выкладывай. И иголочкой, смотри, вот тут вот на стыке чуть-чуть вот как бы вбиваешь краешек сердечка вот в наше туловище. Так. А те, кто делают Валентинку уже, Аня и Вероника, мы делаем сердечко сначала. А потом будем крылышки делать. И крылышки можно будет сделать такие рифленые. Да, сейчас я, может, где-то покажу, а может, а может, и нет. Причем такие объемные прям сторожками можно будет сделать. Я сделала вот так. Ага. А, ты вот так вот придумала. Ничего себе. Прикольно. Видели, как Илария сделала? Она сердечко... Вот так вот сделала. Тоже очень интересно. Так. Тогда, Иларя, пройдите еще хорошенько иголочка, чтобы уплотнить хорошо наше сердечко, наше туловище. И можешь уже украшение делать. Так. Хотела вам показать, где-то у меня были крылышки такие. Наверное. Крылышек не найду. Будет красивая Валентинка. Максим, смотри, посмотри на экран, пожалуйста. Вот видишь, у тебя вот крылышко, вот первое, которое ты сделал, не крылышко, а сердечко. Оно у тебя вот остренькое вот тут вверху, а ты его вот так вот чуть-чуть присогни, краешь. Мне там нравится. Остренькое, чтобы было, но оно будет не сильно. Ну, хорошо, ладно, валяет пока вторую половинку, а потом, когда будем вместе его скреплять, посмотрим. Аня, получается? Вот я сейчас кружочек делаю. Ага, хорошо. Потом красиво смешаем цвет для наших крылышек, и будут такие суперкрасивые крылышки. У меня выбор два розовых, вот. Такой розово-фиолетовый такой. Угу. И просто розовый. Ага. Ну, смотри, ты можешь чуть-чуть белого добавить, не хочешь? Или ты хочешь весь белый оставить для снеговика? Можно? А вот такое сердечко нормально? Да, нормально, Максим, хорошо. Так что я скрепляю вместе. Угу. Вероника задумалась, что? Нет. Ну, почему мне вот так делать? Как? Ну, вниз вот это идёт. Что именно идёт вниз? Да, вот по всей длине проваливай иголочка. И по бокам тоже, Максим. По центру уже хватит, да? Вот по бокам хорошо проходить. Тебе на вот эту вот, смотри, у сердечка, вот видишь, она такая полукруглая половинка. Вот загни чуть-чуть пальчиком, да, красиво краешки, да, вот, вот. Угу. Про это я тебе говорила. Иголочка, хорошо, вот пройдись. Вот, да. И знаем, что ты можешь ещё сверху сейчас добавлять шерсти, чтобы твоё сердечко было более плотненькое, чтобы оно хорошо у нас цеплялось за туловище. Вот прям сверху, помнишь, как на динозаврика, на основу ты накладывал ещё больше шерсти? Вот так вот и сюда прикладывай шерсть и приваливай. Я смотрю, у Вероники такое прям плотненькое-плотненькое уже сердечко, да? Молодец. Так, и сейчас вам покажу, когда мы будем делать крылышки. В угол. А я сейчас гидаю вот так вот. Угу, хорошо. И даю немного форму капли. Да, смотрите, вот, когда мы будем делать крылышки, у нас могут быть вот такие вот крылышки, вот видите? Такая вот форма. А можно вот такие вот делать? Я сделаю вот такие. Вот эти вот? Да. Хорошо. У меня вот такое сердечко. Так. Ага. Максим, добавь ещё шерсти на сердечко, чтобы уплотнить его, чтобы оно было такое толстенькое-толстенькое. И тогда уже можно... Я хотел такое. М? Я хотел такое. Ну, ему просто будет сложно его прицепить, чтобы оно не заваливалось назад, вот так вот, не падало у нас. Оно должно быть такое плотненькое, чтобы хорошо держалось. Ну, попробуй хорошо, да, приложи. Ну, я попробую. Только, смотри, бочком, да, прикладываем, смотри. Максим, вот ты приваливаешь вот сейчас вот этот вот кончик, а ты и вот по этой вот стороне вот с одной бочок вот этого вот сердечка полностью приваливаешь, вот видишь? У меня вот такая красивая точка. Пусти пониже. Ты хочешь, чтобы оно вот так было у тебя, да? Вот так, да? Только я сейчас хочу как-то закрыть вот здесь. Хорошо, да. Перекрывай. У меня так. Сейчас, секунду, как. Ага, вот, красиво. Только смотри, у тебя, по-моему, одна вот эта половинка чуть-чуть выше, а вторая чуть ниже, мне так кажется, или нет? Так, и пока вы доваливаете сердечко, и Ларя, я так понимаю, делает украшение крылышком, да? Ой, котик пришел. Это она, это девочка. Как ее зовут? Аська. Кстати, коты очень любят шерсть и валеные всякие игрушки. От них надо... Валеная, Ася, да. У меня как-то потерялась одна игрушка красного цвета. У бабушки. Я ее сама сваляла там. Не доделала, правда. А у бабушки кошка, Масяня. Угу. Она ее, как эту игрушку на огороде нашла? Ну, такие вот полосочки, как изначальная шерсть разорвала. Да, очень любят играться. Можно и кошке сделать какую-то поделку там? Значит, какой-то будет. Можно? Вот у меня так. Ага, очень хорошо. И теперь смотри, одно иголочко... Смотрите, какое у меня красивое такое. Сейчас, Макс. Прямо держится. Очень красиво. Можешь же делать декор даже, мне кажется. Смотри, Вероника, возьми одну иголочку, вот так вот в бачка, чтобы ровненькие бачка были. Еще вот так вот сделать, пройтись. Так. Вот. Ага, очень хорошо. Так. Аня, как твои успехи? Ты доваливаешь сердечко, да? Да, мне вот эту вот прощелочку осталось сделать, а так наложи сердечко. Илари, я тебя не слышу. Как? Как твои успехи? Покажи, что у тебя вышло. На всякий случай напоминаю, у нас время вышло, но поскольку окошко после нас, можете немножко еще повалять. Вышло у нас не два часа мастер-класса. Хорошо. Извините, пожалуйста, я не знала, что два часа. Если два часа, то вы гуляете. Да, у нас просто до... То есть всегда по часу конференции. Извините, все, не мешаю тогда. Да, хорошо, да, я так думаю, мало ли. Так. Илари, покажи, пожалуйста, еще раз. Да. Вот, да, красота такой. Молодец, да. Смотри, Илари, ты можешь еще тоже взять иголочку и чуть-чуть в бачка по сердечку так пройтись. Оно будет более такое ровненькое. Вот так вот. Так, и сейчас... Только смотри, Илари, в бачка одной... Есть у тебя одна иголочка, чтобы немного было в ней? А, у тебя одна? Хорошо, да. Да, тогда все хорошо, я поняла. Так. Ну, сейчас... Да, вот у Ани. Да, вот. У тебя прям такое оно объемненькое чуть-чуть, да? Но оно у меня не плоское, так сказать. Угу. Не объемное, но и не плоское. Ну, да, я поняла. Ну, как раз вообще, мне кажется, для Валентинки будет прям... Это будет самая оригинальная Валентинка у вас. А что теперь делать? Теперь будем делать крылышки. Я попробую смешать с розовым. Смотрю, как это будет. Может, мне не понравится. Да, попробуй. Смешать. Мне кажется, надо какой-то вот посветлее и потемнее цвет, чтобы был. Ну, вот, у меня вот такое вот... Я обычное розовое делаю и белое. Угу. Ну, сейчас. Мне всегда не подойдет она. Нет, что не подойдет. Ну, белое с розовым я смешала. Угу. И как? Тебе нравится? Нравится-то нравится, но вот оно не подойдет. Почему? Что тебя смущает? А, я приловала, смотри. Ну, мне кажется, чего? Такие светлые крылышки и красное сердечко. Мне кажется... Ну, тебе надо, смотри, побольше распушить. Я очень понимаю. В общем, поэкспериментирую. Можешь подобавлять, да, разные цвета. Так. Вероника решила, какого цвета будут крылышки? Хорошо. И смотри, если мы делаем вот такие вот крылышки, да, вот. Такие объемненькие. Ну, не объемненькие, а такие с формой. Мы будем делать... Вот, у меня просто белого под рукой нету. У меня будет такое желтое, как бы, крылышко. Вот. В общем, оно у нас будет состоять, здесь, смотрите, из трех таких частей. Тут не видно, но вот у нас, вот видите, один такой, как бы, полуовальчик, второй и третий будет. Нам надо, в общем, сделать три таких лепесточка. Только одно леп... Один лепесточек будет самый большой, второй будет поменьше, а третий будет еще совсем маленький. Вот так вот. Потом мы их будем вместе сваливать. Видите, у нас выходит такая... Вот это будет поменьше, где-то побольше. Вот так будет. В общем, нам надо сделать сначала один такой большой лепесточек. Это будет вот эта вот верхняя самая часть крылышка. Потом нам надо будет сделать чуть-чуть поменьше лепесточек. Мы вот так вот его будем прикладывать. И потом еще самый маленький такой. Это понятно, Вероник? Хорошо. Так. И Лария, как? Ты закончила с бабочкой? Да. Хочешь сделать такую, Валентинку, еще сердечко с крылышками? Да. Смотри, тогда мы делаем еще одно сердечко, а потом будем крылышки делать. Сначала делаем сердечко, а потом я расскажу, как крылышки делать. У нас будет такое... Вот сейчас плохо вот видно. В общем... Как-то вот так вот. Видите? Вот, допустим, сердечко у нас тут. А по бокам будут крылышки. Ну, у меня просто... Такое, в общем, что-то будет. Ой. Так, Максим, Максим куда-то отошел. Я здесь. Ты можешь уже украшать, Максим, бабочку. Мне не хочется. Не хочется? Я думаю, красное сердечко нормально так. Ну, смотри. А Валентинку будешь делать? Смотри, сердечко с крылышками. Нет. Мне не хочется. Аня крылышки делает, да? Да. Получается? Да. Знаете, как бывает, что иголка затупивается. Вот у меня поролонка. Вот так вот от нее отъедается кусочек. И вот так вот, получается, она насаживается. И... И где она не валяется? Ну да. Но поролонку надо время от времени менять. Когда там уже такая большая ямка образуется. Дырка в поролонке. То и надо... Ну, почему-то ямки и нету, но вот такая вот есть. Ага. Ну, это еще нормально, еще можно валять. А почему нельзя, когда большая такая ямка? Ну, потому что поролонка истощается, она становится вот тоненькая там, где дырочка. И тогда выходит, что ты иголочкой как бы к поверхности стола касаешься. И, в общем, оно плохо и уваливается. Должна быть такая толстая вот эта вот подушечка, на которой валяешь. Ну, две. А? Мне две, говорю. Ну, хорошо. Вероника, получается? Хорошо. Знаете, как-то крылышки сюда, непонятно, что это крылышки. А ты уже сделала крылышко? Почему непонятно? Ну, смотри, ты их, может, побольше чуть-чуть сделать? Ну, они большие, они будут больше сердечка. Ну, смотри, чтобы их было видно. Ну, ты приваляй, приваляй, да, одно крылышко. А там мы посмотрим и уже будем корректировать, может, чуть-чуть форму. Хорошо? Ну, я больше сделала. А? Я делаю больше. Больше? Ну, или больше сделала. Ты, я так поняла, хочешь вот такую вот форму сделать, да? Да. Да. Ну, как ее сделать? А? Как ее сделать, и ковы? Ну, вот такое, как лепесточек тоже мы... Ну, только у нас будет, вот смотри, вот тут узенький край, тут по центру у нас будет широко, а кверху тоже узенько, вот такая вот. Ну, пока вот так вот, хорошо? То есть мы вытягиваем вот наши краешки такие. Или можешь сделать, знаешь, как, Аня, можешь сделать кружочек, а потом добавить такие вот эти вот удлиненные штучки. О, так это же понятно, что это крылышки. Ну, да. Да. Максим, а можешь положить свою бабочку красивую, сфотографирую? Так, угу. Раз, так. Да, спасибо. Ты маме показала, какая бабочка вышла, Максим? А я хочу потом показать, когда все уберу. О, ты даже глазик приклеил ей, да? Да. Красиво. Аня, ты поняла, что с крылышками? Да. Да, хорошо. Вероника где-то. Ну, хлеба надо было больше сделать, либо, как вы сказали. Ну, попробуй. Ты же можешь, всегда можешь добавить шерсть, можешь изменить чуть-чуть форму. В валянии почти такого не бывает, что как бы вот сделал, и все, ты не можешь там ничего подправить. Да, всегда можно что-то изменить. Могу убрать, я переваляла. Я переваляла ее. Да, ну, да, вот, отлично. Убрать бабочку. Так. Где пропала Вероника? Лария, получается? Я могу убрать улитку? Да, можем улитку. Да. Хорошо. Такого-то минуты. Ага, да. Ну, прикладывай и смотри, как оно будет смотреться. Мне кажется, что нормально. Ага. Вот, смотрите, я сейчас вам... Да, да. Ага, вот, да. Так это ж понятно, что это крылья. А до этого непонятно было? А это был какой-то овальчик на сердечке. Наверное, сердечко о чем-то думает. Ну, посмотрим. Может, не подправляются. О, Вероника вернулась. Я тебя потеряла. Как? Ага, да, вот. На тучку похоже пока. Не, ну, когда приваляешь, то будет понятно, что это такое крылышко. Ты второе сейчас сделаешь, да? Я правильно поняла? Хорошо. 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 А у кого сколько уже изваленных работ? Ну, я не знаю. Много, наверное, да? Скоро можно уже свою коллекцию открывать. Ага. Ой. Здорово. Подожди, я сфотографирую, Вероника, подержи так. Такие все весенние у тебя прям. Круто. Ага. Да, милашные. Все, спасибо. Так. У меня не скоро все. Сердечко так классно получилось. Ага. Можно вообще брошки делать, всякие значочки. Я думаю, что можно брошку такую сделать. Прикольно будет. Ага. Да, вот сердечками брошки очень круто смотрится. А если бы еще мы гномика сделали, такую брошку, то это бы классно было. Гномика? Не знаю. Гномика брошки посложнее, наверное, потому что там много деталек, а оно же должно быть маленьким, чтобы это была брошка. Гномика по-любому легко сделать. Ну, в принципе, можно. Я делала такие домики. Сейчас покажу, что у меня были. Это были домики. Да. Вот. Я делала такой вот. Ну, это как брошка домик. А вот это вот домик такой, как на елочную игру. На елку. Понятно. Давайте как-то с вами такое и делаем. Да, можно и такое. А можно и делать вот такой вот дом, как на елку, только мороженое. Да. У меня, кстати, было когда-то мороженое. Я делала. Ну, сейчас, наверное, нет. Или есть. А, вот. Сейчас покажу вам. Вот. Вот у меня такая огромная брошь. Сейчас я сниму. Есть такое мороженое. Прикольно. Да, оно такое прям большое. Это на какую-то там сумку уже даже. Ну, на сумку прикольно. Особенно на джинсовое оно подойдет. Да. Ну, можно поменьше сделать. Можно прям такое даже. Вот это, кстати, не сложно делать. Ну, видите, у меня тут бисером еще обшито. Я люблю бисером украшать валеные штуки. Да. Знаете, часто на мелкие работы я больше без напальчиков. Потому что мне надо прощупать, как мне держать. Угу. Да, пожалуйста, на пальцах. Держать-то надо. Ну, да. На пальчиках я не чувствую, что я делаю вообще. Угу. Ну, это значит, что твой профессионализм растет. Когда тебе, ну, вот ты уже чувствуешь пальчиками работу. В каком направлении, как, что, это значит, что ты уже прям делаешь прогресс в валяне. Это очень хорошо. Угу. Просто надо аккуратненько стараться не поколоться, и все будет хорошо. Максим, как ты назовешь свою улитку? Как улитку назовешь? Ммм... Сердечко. Ну, хорошо. Прикольно. Да. Как Вероника со вторым крылышком? Валяю сейчас. Валяш, хорошо. Получается? Хорошо. Видите, у вас будет даже две работы за сегодня. Два сердечка. Угу. Так, Илария, как твои успехи? Хорошо. Ты делаешь крылышки уже, да? Или сердечко? Сердечко. Сердечко, хорошо. Так, у нас со временем. А, как раз у нас еще есть время. Да мне уже надо идти. Я фотку скину, как мне получится. Хорошо. Танцы. Хорошо. Все, тогда. Давай, покрадуй. Пока. Так. Так. Попрошу вас чуть-чуть отвлежься и показать мне в камеру свою первую работу, улитку и бабочку. Хорошо? Чтобы я их сфотографировала красивенько. Держу. Так, держим красивенько. Сейчас, секунду. Так. Спасибо. Да. Да. Так, ой, Илария положила. Это, наверное, Илария другой стороной. Переверни бабочку, я так понимаю. Там с другой стороны. Да, да. И камеру, да, еще. Так. Да. Да, вот так. Красиво. Спасибо. Спасибо. Да. Я напишу пост в группе. Вы ссылайте свои работы туда, хорошо? Под постом. Фотографии готовых изделий. А мы уже разные все? А? А мы уже разные все? Нет, это я просто говорю, что у нас еще полчаса есть, мы сейчас как раз доделаем крылышки. Я сейчас второе крылышко больше делаю. Хорошо, да. Как раз ты все успеешь. А ты, Аня, брошки уже валяла, делала брошки или нет? Нет. Ты знаешь, есть такие основы для брошек сзади, которые, замочки такие, да, которые пришивать. Ну, я это, я еще, ну, не сама, я сама, ну, короче, я из, ну, не картона, а, ну, такое как, не картон, а, ну, такая штука. Такая штука, как, очень сваленная. А, фетр, наверное. Да, а, да, фетр. Ну, да, можно я вот эти вот брошки, бывают некоторые изделия, сзади фетром, да, обшиваю. Вот этот вот домик, он, ну, тут валеный, а тут я его зашила фетром, обшила. А зачем? А? А зачем? Ну, потому что я тут его еще ниточками обшивала окошки, вот эти вот все, и у меня, видите, тут цвет на цвет, и он перебился, потому что плоская, и выходит, что желтенький перебился на вот это, и не сильно было так красиво. Ну, и у меня одна, она односторонняя, как бы, игрушка, поэтому я тут закрыла. Если, допустим, вышивку, вот, делайте наваленную, сейчас я вам покажу. Вот, видите, вот это вот у меня вышивка навалена, валеная вот эта вот штука, вот эта вот вышивка. И у меня вот сзади, ну, так не сильно красиво оно, и сзади тоже будет закрыто. Вот это такой фигурка такая, слоненькая, там был хобот его. А мне похоже на дракона единорога. Ну, или так, это такой индийский слон. А, ну, интересно. Еще есть китайский дракон. Да, вчера, по-моему, был китайский. Это праздники такие? Да, китайский Новый год, по-моему, вчера наступил. Да? Угу. Почти бездна, у них Новый год. Ну, у них, да, у них наступает он в феврале. Прекомна. Вот, кстати, еще вот такую я делала брожечку, вот видите. А вы в прошлый раз были в сережках, да? Я хотела спросить, вы сережки, у которых были в прошлый раз, тоже валяли сами? Да, тут тоже были валяные сердечка. Угу. Вот, я покупаю такую фурнитуру, есть всякие основы для брожек, для сережек, вот эти вот замочки. А украшения вот эти вот все я валяю. Прекольно. Да. А мне скоро выставку картин надо делать, либо поделать. Угу, это в школу, да? Нет. Ну, можно и в школу. Просто я... Ну, я думаю, что... В комнате они не помещаются, эти ботелки. Ну, да, я... Я взяла из Василины, что они у меня в комнате не помещаются. Ага. Так, Илари, хорошо. Вот одно крылышко, второе крылышко может делать. Дождите, смотрите. Угу, сейчас. Так. Что Максим хочет показать? Вот, магия. Максим фокусы уже показывает. Так, Аня, что у нас со вторым крылышком? Прикольно. Я сделаю только второй уголок. Угу. Хорошо. Делаю второй уголок, приваливаю, и у меня все. Хорошо. И будет у тебя готовая Валентинка. Знаете, вот у меня есть книга на английском. Я предлагаю вот такую штуку свалять, она прикольная. Вот. Да, это... Я поняла, да. Она как капелька, и мне легко будет свалять, как-то. Угу, да, можно будет свалять. Весельненько. Угу. Крошка прикольная будет, если мне... Теперь смотрите. Сейчас включу телефон. Да, хорошо. Так. Илария, как успехи с крылышками? Весельненько. Угу. Хорошо. Так. Давай, Аня, доваляем уже, чтобы у нас была готовая полностью. Мне кажется, что у меня крылышко надо еще раз заново переделать. Переделать? Это второе крылышко или первое ты хочешь переделать? Второе. Второе? Ну, не знаю, смотри. Что тебя смущает? Маленькое. А, ну, ты добавь шерсти тогда. Ну, я его уже обваляла, а оно у меня только толще станет. Ну, смотри, ну, тогда переделай, да, если тебе не сильно нравится. Хотя я могу вот так вот немного как разорвать где-то. Это еще так вот. Ну, вообще... Там оно как бы толще становится, нет? Это как бы толще, в смысле, по длине. Ага, я поняла. Смотрите, вот. Сейчас я его нарисую. Ну, я поняла. Оно у тебя становится толще. Да. А ты хочешь, чтобы оно было подлиннее, я поняла? Да. Ну, переделай тогда, да, если тебя что-то смущает. Уголка к уголку изменяем посередине. Угу. Ну, а вот. Передел, у тебя уже есть смешанная шерсть, да? Или тебя надо заново смешивать? Знаете, белый заново в шерстье получился как будто он бежевый. Ну, бывает такой персиковый, наверное, да. Ну, красиво всё равно. Мне нравится такой цвет. Ну, тоже. Надо будет такого побольше поделать, поэтому будет больше цвета. Ещё одно, будет ещё один цвет. Да, это очень прикольно смешивать. Даже можно и шерсть изобрести. Ну, да, если какого-то цвета нет, то можно так спасти ситуацию. Так, хорошо доделываем. Илари, а получается? У вас там рыбки? Нет, это не у меня, это где-то... Немножко. Угу. Где-то со стороны такое. У меня на белый вареник похоже. Ну, не знаю, ты прикладывай. Ну, симпатично, мне нравится. Прикладывай и смотри, как оно будет. Нет, да, с другой стороны, понимаете. С другой стороны, я болею, потому что... Угу. У меня полукруг. Нет. Не ходишься ты. Не будешь ты живой никогда. Ну, вот, может оставить, а потом вдруг на какую-нибудь детальку подойдет. Не выбрасывай, оставь, может, что-то другое будет. Что, у меня ведро не на столе стоит. Не, ну я просто говорю. Аня засмотрелась. Ну, больше... Больше, 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 больше. Так, Гилария, покажи, как у тебя. Чтобы я видела. Это второе уже, да? Второе крылышко, да? Первое. Первое. А, первое, хорошо. А второе? Ты уже начала делать второе? Сейчас делаю. Хорошо. Кстати, Аня, если, допустим, ты хочешь сделать две детальки, тебе надо сделать одинаковые две детальки, да? Чтобы были точно одинакового размера. Ты можешь... А? Можно взять ту детальку в трафарет. Да, вырезать или в фетре. Мне кажется, что одна больше, а другая меньше. Можно это проверить, приложить эти две детальки друг к другу, и будет понятно, какая. Ну, да, ну, изначально, да, можно в трафарете делать. Просто вырезать необходимую тебе форму, если у тебя нету готового трафарета. И вот вырезанный участок выкладывать шерсть. Угу. 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 Ну, смотри. Кстати, сердечко красиво на желтом на радио у тебя смотрится. Да. Угу. 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 Да, вот, смотрите. Да. Что называется дельфина влюблённый? Угу. Сделай фото. Приложи ещё. Ань, приложи ещё, да, вот так. Я ещё не доделала. Ну, всё равно, но красиво смотрится. Даже одно сердечко, да, сейчас. Вот. Угу. Спасибо. Кстати, Максим, ты можешь попробовать сам свалять мошенку дома на неделе? Что у тебя там в окне? Какая остая птица громадская прошла. Угу. Говорю, можешь попробовать сам машинку дома свалять, если хочешь. Да, я попробую. Да, а потом покажешь нам на следующем занятии, что тебе. Я там нашла одни уроки по давлению, и, понимаете, я без зубика почти сваляла. Без зубика? Прикольно. Угу. Угу. Пока на следующее занятие, если доделаешь к тому времени. Угу. 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 Ну, смотри, вообще перевалять нельзя. Но чем на самом деле... Понятно, что когда мягенько, оно вроде как приятнее чаще нравится. Но чем плотнее изделие, чем оно твержее, тем это считается лучше и качественнее сделано. А смотри, если оно пушится на другой стороне, такое часто бывает, смотри. вот пушится, то ты тогда берешь иголочку и вот чтобы тебе было видно, под наклоном вот, не вот так вот вверх-вниз, а именно вот под наклоном вот эти вот ворсинки, как бы в бочок. Они вот так вот все заходили. Да, вот. И ты вот ворсинки, оно тогда у тебя выравнивается, и оно не будет пушиться, такое часто бывает. Да, вот у Илари крылышко очень хорошо. Теперь, Илари, можешь приваливать крылышки. Берем сердечко и сзади прикладываем наши крылышки. Мне иногда много собираются таких вот штук. Котышки, да? Угу. Ну да, ее время от времени надо чистить. Видишь, у меня вообще, у меня такая такой мешочек специальный валяй. Вот это вот все у меня шарсть такая приваленная. Видишь, я ее даже не... В общем, она вообще привалялась у меня так сильно. Видите, можете там ножницы или там подстричь кончик и так идти, идти, идти по этой красной штуке. Ну, она прям уже срослась тканью, вот эта вот шарсть стала единственной. Ну, да, вот что-то такое. Прям так привалялась крылышко. Ты как раз не мог на белой подушечке, да? Ну, как-то да, что-то такое. Так, Гилария, ты приваливаешь крылышки, да? Хорошо. Приваливай, покажешь, что у тебя получается. А ты, Лария, с какого города? Мерчи. А я в Одессе. Не так и далеко. Я с Киева. Я когда-то один раз туда ездила. Давно или недавно? Ну, недавно. Понятно. На экскурсию? Или у тебя тут родственники? Просто. Что, у вас замело снегом, Аня? У нас вообще, у нас все тает. Тает, а у нас... А у нас вообще снега нет. Зима, попробуйте отгадать загадку. Давай. Зимой и весной одним цветом. Даже не знаю, Максим, ты слышал загадку? Нет. У нас сегодня утром. Было как бы снег, снег есть. А вот днём... Опа, голубенькая. А мне уже одна учительница рассказывала, говорила, что у них в Москве вообще снегопад на улице. Да, засыпает. Так, Илларя, покажи, что у тебя получается. У нас вообще было так холодно, потому что вот прям, да вот сюда можно было провалить вот так вот. Ну, не по толщу, а по ногам вот так вот. А разрешите писать участникам? Это администратор должен... Я только могу писать админу и вам. Ну, ты не можешь написать в чат, что ты хочешь написать? Я хотел написать личное сообщение. Личное сообщение? Ну, честно, я не знаю, как тебе. А там снизу есть безопасность и разрешить участникам общаться в чат. Там такое даже, блядь. Если галочка, это означает, что не разрешено. Ну, тут какие-то, знаете, не знаю, в общем. У меня выключить звук, остановить видео, участник. Лана, Лана. Я тебе не пробую, да, то я включила чат. Хорошо, да. Все, включено, включено уже. Все. Вот. Спасибо. Аня, так что с крылышками? Ты закончишь сегодня с крылышками или нет? Ну, да, у меня немножко тут. Угу. Ну, давайте, у нас еще 15 минут есть. Так, какой комплект надо для валяния? Для валяния нам надо пару цветов кордочесной шерсти, иголочки для валяния, пару штук номер 38 и поролоновая подушечка, такая потолще. Ну, можно такую большую мочалку взять. Хорошо, спасибо. Все, я приваливаю. Да, давай, приваливай. Посмотрим уже, что у тебя получится. Иларя, как у тебя крылышки уже готовы? Да. Покажи, как у тебя получилось. Надь, приваливай их к сердечку сзади. Если вдруг цвет крылышек перебьется на сердечко, ты потом можешь просто приложить еще дополнительно шерсть цвета сердечка и перекрыть. Вот, смотрите. Вроде бы приваляло одно крылышко. Угу, молодец. И приваливай второе. Мне еще его немножко подвалять надо, оно у меня отваливается. Да, приваляет он, да. Ты с двух сторон. С одной стороны пройдись иголочкой. Знаешь, какие крылья похожи, как на мягкие кристаллики. Пройдись с обеих сторон, смотри, вот у нас. Вот с этой стороны, да? Как ты, допустим, прикладываешь вот крылышко. Вот тут. Ты пришла с иголочкой, потом переверни, и вот тут тоже, с другой стороны. Да, я так и делаю, я так и делаю. Да, приваливай, Илария, второе крылышко. Спасибо. 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 Снова некрасиво. Снова некрасиво. покажи мне не получилось ничего страшного поэкспериментируешь что тебя форма смутила ну смотри ты их может чуть чуть повыше поднять или чуть-чуть удлинить например получилось и ларя получилось немножко покажи второе крылышко еще не приваливала я пальцем это неприятно но такое добывает получается вот чего очень хорошая форма крылышкой 2 2 тоже приваливать но она же держится чё она не приваливается ну это ж крылышко она же должна двигаться она же должна летать как она может быть таким прям ну или так попробую другому никак не просто вообще никак подустала просто тебя был еще какой-то мастер-класс сегодня так тебе больше нравится да вот это карамелька вот эта палочка отличная отличный единец а можно ободочек сделать из ободочек куда ободочек на голову да ну можно знаешь покупать такие основы уже готовые типа как бы так такая металлическая область а его украшают валенными всякими там цветочки клей на этот обруч там всякие там бусинки вот такое да можно красиво сделать так ну хорошо ребята будем тогда заканчивать уже будет сейчас новый мастер-класс уже кто-то подключился ну да ребята уже там в зале ожидания в общем я напишу пост выложите фото своих работ тогда хорошо хорошо у вас получится да доваляете все тогда всем спасибо до свидания всем пока до свидания Продолжение следует...